всем привет вы смотрите программу отдыхает и с вами лиза и даня на этом закончили можно выбрасывать да не подними пожалуйста между прочим это макулатура потом сдадим и поможем экологии в россии и мире всего лишь один листочек чем он поможет скажем сначала один листочек одна пластиковая трубочка один пакетик между прочим нас мире около 8 миллиардов человек а если каждый так будет прям как моя мама если это правда что я могу поделать в общем как выполнить тема нашего сегодняшнего эфира это экология и сегодня да мы будем рассуждать на эту тему пойду спешу да иди запиши пока что ее там нам на доской и я хочу рассказать о том что вы можете нас смотреть на национальном телевидении чуваши либо либо в группе куча мало вконтакте также сегодня мы будем разыгрывать вот эту вот такую вот прекрасную щетку эко щетка она сделана из бамбука вот смотри какая красивая и даже ее щетинки сделаны из пшеницы да вот настолько она у нас экологически чистая и вы можете ее выиграть только сделав репост записи вконтакте вот все репостите и мы в конце обязательно подведем итоги и кому-то из вас она достанется конечно в общем твои пластиковые трубочки мне кажется ни о чем потому что я не вижу 500 тысяч гор на улице вот если ты выйдешь на улицу то ты обязательно их найдешь но между прочим кстати говоря говоря о пластиковых трубочек от пластиковых трубочках вы можете узнать о них о том как мы боремся с ними очень просто зайдя ко мне стране на страницу в контакте либо в инстаграме мы с ребятами организовали проект по которым мы призываем бороться с пластиковыми трубочками все заведения нашего города чебоксар просто отказываться от них и чем же это поможет если мы будем меньше потреблять пластиковых трубочек значит их будут меньше изготавливать а значит мы поможем экологии россии и куда же они деваться будут вот сейчас же они есть и куда же они денутся ну мы все будем сдавать на переработку ничего себе если ты что биологию не изучаешь вот они они разлагаются они все равно потом куда-то пропадут не так ли по моему это ты плохо изучаешь биологию между прочим пластик разлагается около 500 лет и не говори то что почему из них не делают дороги наши в россии это уже старая шутка да не это не работает и куда они деваются вот сейчас куда они пластиковые трубочки да ну их можно сдавать на переработку то чего ну ну сейчас же мы их используем да они разлагаются 500 лет кто-то выбрасывает кто-то не выбрасывает куда же они деваются-то и чезают что ли нет вот из тебя плохой борец с экологией вот почему это из меня плохой борец вот между прочим если мы будем говорить об альтернативных вариантов то мы можем вам предложить бамбуковые трубочки либо и стеклянные они между прочим многоразовые а вы не подумали о детях да вот как же они будут пить из таких прямых длинных трубочек ох да не не волнуйся тебе мы позабочились мы придумали не мы придумали конечно есть теперь соки с крышечками можешь использовать их в этом никакого удовольствия я кстати знаю одного человека я с ним познакомился в интернете который борется с экологией получше чем ты как это ну он избавляет океаны моря от мусора я ему помогаю в этом ну и как же ты ему помогаешь жертву денег целых три рубля уже пожертвую ох какой-то я знаю вот кстати говоря про мировой океан я знаю то что в тихом океане есть такое пятно диаметром полтора миллиарда от миллиона до квадратных километров у меня уже все масштабы экологии очень большие скоро эти миллионы исчезнут благодаря нашему с ним проекту вашему с ним проекту да пожертвовал на него три рубля и как же ты с ним познакомился на фотку и посмотрел не важно в общем если ты не знаешь в чебоксарах есть такие крупные места куда еще можно сдавать пластик и за это деньги получать да я знаю об этом и кстати говоря сегодня у нас будет замечательный гость который расскажет каких местах можно сдавать он вообще организатор нет он руководитель организации чебоксары чистая среда и совсем скоро мы его пригласим к нам в студию но чуть попозже да но если говорить вообще о пластике о переработках сейчас некоторые кафе и рестораны тоже нас уже поддерживают не только с пластиковыми трубочками они например стаканчики предлагают использовать не одноразовые а многоразовые если ты приходишь со своей кружкой то тебе будет скидка 10 процентов кстати я знаю что таких как ты очень много и каждый из них пытается призвать людей делать добрые дела сортировать мусор и бороться бороться с проблемами экологии и сейчас между прочим многие из них снимают социальные ролики сейчас мы посмотрим парочку из них самые лучшие на наш взгляд просто смотрим берегите не только отношения но и природу иначе строить их будет негде хорошая случилась прогулка конфету будешь да давай кажется нам дальше не по пути потерять планету также легко а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Пока ты кому-то оставляешь свой мусор, кто-то оставляет свой мусор тебе. Давайте перестанем меняться мусором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, мы продолжаем наш прямой эфир. И с вами снова Лиза и... Даня. И у нас в гостях Владимир Ильич Захаров. Здравствуйте. Между прочим, он руководитель организации «Чебоксар. Чистая среда». И сейчас нам очень хочется пообщаться с вами тоже как с борцом за экологию. Вообще, расскажите о своей организации, чем занимаетесь. Хорошо. На самом деле все просто. Эта организация, грубо говоря, люди, которые желают природе больше чистоты, порядка и так далее. Это обычные люди, это предприниматели, это строители, это водители, это бывшие работники, допустим, муниципалитета. Это студенты, которые просто понимают проблемы, делают, что могут, что возможно. И для начала это начиналось с того, что мы просто выходили в парки, пили чай, собирали мусор, отдыхали, просто общались. Сейчас больше народу стало, мы увеличились. И стали задумываться о том, как мы можем улучшить экологию вообще в Чебоксарах, в Чувашии, в регионах, вообще в целом России, в мире. А вот что конкретно вы делаете для экологии? Мы организуем акции по раздельному сбору. Мы запустили эко-маршрутки по городу. То есть есть определенные точки раз в месяц. Любой желающий может, посмотрев у нас в группе ВКонтакте «Чистая среда», график, точные места, где, допустим, проезжает маршрутка, прийти туда. И в это время там будет ставить грузовичок, куда можно сдать все вторсырье, допустим, получить за это фишечку. Набрать какое-то количество фишечек, обменять на эко-товары, походы куда-то. То есть какие-то простые вещи приятные, допустим, скидочку на стрижку получить. Вот, элементарные вещи. А я когда услышала вот эту эко-маршрутку, мне сразу приставил в голову транспорт, который едет на сырье. И очень такой... Вы знаете, как в фильме «Назад в будущее», где место бензина заправляют мусором. Мне нравится, классный вид. А может она нас преследовать в будущем? Я думаю, все возможно, поэтому не исключено, наверняка будет такой транспорт. Хотя больше электрического, скорее всего, будет. Давайте представим, вот если он появится, как вы его назовете? Гриммобиль. Человекомобиль как-то. А мы тут пораскидали мыслями и придумали... Да, тербулайзер, к примеру, как вам? Оригинально. Чувствую Тесла. Я думаю, вы придумаете название лучше, а дальше предложите людям, и все проголосуют. Ну, для начала нам нужно хотя бы просто придумать такой автомобиль. Я сейчас знаю, что ездят по городу, ну, конечно, не по-нашему, вот Теслы на электричестве. Они вообще... Хорошая идея вообще вот с электромобилями. Да, это очень отличная идея. На самом деле, я полностью поддерживаю эту идею. То есть, Тесла, вот Илон Маск разработал этот автомобиль. Красавчик, по-моему, просто вот молодец. Мало того, что она не производит углеродного следа, она экологичная. Вы садитесь, это одна из безопаснейших машин в мире. К тому же, хода хватает надолго. Вы можете просто подзарядиться практически где угодно. Естественно, допустим, в Америке там специальные чарджеры зарядки. А у нас умельцы просто сделали пару проводов. Втыкают куда-нибудь, заряжаются. В общем, все нормально. А что конкретно может сделать каждый из нас, чтобы помочь экологии в России? Тут довольно просто. Достаточно взять и вот одноразовые вещи заменить на многоразовые. Брать продукты, допустим, не в пластиковых упаковках, а в рассыпную. Или вот каким-то таким образом. Вместо пластиковых пакетов использовать, допустим, вот фруктовки вот эти вот. О, покажите нам, пожалуйста, что, как, зачем они нужны. Я помню, раньше были, как они называли сумочки такие, сетчатые, авось. Да, это проще. Вот, та же авоська, только вот смотрите. Вы пришли в магазин, хотите взять виноград, яблоки. То есть взяли вместо пластикового пакета вот такую фруктовочку, положили, удобно застегнули и понесли. В следующий раз, да, еще раз используем. Возвращаемся в прошлое? Ну, в хорошее. Ну, это наше будущее, которое в прошлом. Ну, значит, раньше больше думали о экологии, чем сейчас. Вот, кстати говоря, вот мы сегодня разыгрываем вот такую вот эко-щетку, вот, пожалуйста, вам. Покажите, расскажите нам о ней, потому что именно Владимир нам принес ее сегодня. И очень хотелось бы узнать, почему именно ее стоит использовать. На самом деле, потому что в основном пластиковые щетки, вот, и они, как ты говорил, до этого 500 лет разлагаются. Это печально, это неприятно. Бамбуковая, это, во-первых, из дерева, она экологичная, щетина, то ли пшеница, то ли кукуруза, все это вместе как-то сделано в современной технологии, то есть помогают, идут в дело. То есть они могут кончаться, истачиваться? Возможно, как и обычные щетки, так что тут альтернатива именно пластиковым такие натуральные, зато приятнее. А как вот вообще объяснить людям о том, что нужно использовать все-таки такие эко-продукты, нужно разделять мунистер? Это же невыгодно, потому что пластик, он и дешевле, и все. На самом деле, смотрите, разделять, это, во-первых, удобно, вот, вы можете просто поставить несколько контейнеров дома, вот, или ведер, и кидать пластик, органика, и там, картон, бумага, что-нибудь отдельное такое, железо. Во-первых, это уменьшит след на экологии, то есть вот, представьте, вот мусор, да, обычно вот выбросили, вот свалка шваксарская, она была, вот пахла. Что с ней сделали? Просто перенесли в другое место, но она никуда не делась, это все равно, что мы вот сюда вот мусор бросим, в такие блин, воняет, ну, неприятно. Елки, что делать? Давайте перенесем вот туда, да. Другой угол, да. Ну, как так? А если взять и переработать, это же совершенно другое дело, то есть та же подбутылка пойдет геотекстиль, вот, кофточка, как у тебя, это тоже вот синтетика. И это очень просто сделать, вместо того, чтобы взять и просто выбросить, чтобы оно вредило, во-первых, воде, земле, будущим поколениям, нужно просто раздельно собрать, принести на пункт сдачи. Мало того, что за это деньги вы еще получите, еще и сэкономите, допустим, какие-то природные ресурсы и поможете экологии. То есть простые вещи. Ага. А знаете, что я хочу сказать? Вот в Чебоксарх есть же такие места, в которых вот даже вот одна из них это вы, ваша организация, где можно сдавать пластик. Знаете ли вы вообще, какие еще бывают в Чебоксарах компании, в которых можно сдавать и получать за это деньги? Да, на самом деле вариантов много. Есть гринписовская карта, гринмэп. Хорошо. Там цветочки. А давайте вы сейчас не будете в этом расскажете, а мы сами лучше покажем нашим зрителям. Да, в нашей рубрике, а вы сейчас нам расскажете, потому что нам очень интересно самим ваше мнение. Ну а сейчас каждый наш зритель может посмотреть следующую рубрику и узнать, в каких местах Чебоксар вообще можно сдавать пластик. Смотрим. С каждым днем проблемы экологии становятся все популярнее. В Чебоксарах есть несколько мест, где можно сдать все ее на переработку и еще при этом заработать. За каждый килограмм пластика вы получите 23 рубля. Мы составили список мест, куда могут прийти неравнодушные люди. НПК «Природа». Эта компания находится на Лапсарском проезде 11. Если вам неудобно до туда ехать, то материалы заберут прямо из дома. Кинг Пласт. Представители этой организации занимаются переработкой мусора уже два года. Связаться с ними можно через группу ВКонтакте «Кинг Пласт». Заготовитель. Найти эту компанию можно на Ишлеевском проезде 14. Если у вас есть ненужное стекло, металл, лом, одежда, бытовая техника или же техническая бумага, то привозите и получайте свои деньги. «Чистая среда» – это одна из самых известных организаций в городе Чебоксары по переработке мусора. Сотрудники устраивают субботники, ходят по школам и объясняют ученикам, как важно перерабатывать мусор. Во многих школах стоят ящики для сбора батареек. Также принести их можно по адресу Проспект Мира, 90А. Там стоит огромный контейнер. Что ж, ну а сейчас вы снова смотрите нашу программу «Отдыхайф» и мы сейчас уже будем отвечать на вопросы, которые вы написали в наш чат на протяжении всего эфира. Да, тема «Экология» и вопросы, соответственно, по этой теме. Давайте. Настя Яковлева спрашивает, вас беспокоят проблемы экологии? Вот, Лиз, тебя беспокоит? Ну, скорее всего, ну да, конечно, меня беспокоит, потому что сейчас мы снимаем ее на эту сему эфира, мы очень много разговариваем по этому поводу и очень, да, меня, например, это очень волнует. Ася Джейланд спрашивает, а какие проблемы экологии влияют на вас? Ну, на меня влияет проблема – это мусор, который люди выбрасывают мимо урны, и мне вот это вот раздражает, как бы я сам хотела бы выкидывать. О, следующий вопрос. Выбрасываете ли вы? Да, чистый воздух, кстати, мне тоже очень нравится. Гулять на чистом воздухе – это что-то с чем-то. Ой, хорошо, что мы живем в таком прекрасном городе, где еще не все так плохо с экологией. Выбрасываете ли вы мусор в разные контейнеры или все в один? Между прочим, мы совсем недавно с родителями решили сортировать мусор. Это благодаря папиному знакомому Александру Серебряникову, это, между прочим, друг Владимира. И мы сортируем пластик и органику по несколько контейнеров. Ну, я лично в Чебоксарах не видела таких контейнеров, которые разделяют мусор на четкие контейнеры. Ты не видел? Нет. Между прочим, у нас в школе стоит такой, и уже в некоторых дворах тоже стоят. Я видела, что батарейки собирают. Вот я тоже туда батарейки купила. Да? Молодец. Хорошо. Давай следующие. Как вам в голову приходят такие классные идеи для программ? Ох, на самом деле… Давай я отвечу пока что-то. Давай. На самом деле, нам, например, мы снимаем о том, что нас самих волнует, что нам интересно. Совсем недавно я ездила сама в Европу и заметила, что там везде просто разделяют мусор. И меня смутило, почему в Чебоксарах такое не может быть, почему в России такого нет. И вот там мы всегда делили мусор, и здесь тоже я решила даже снять эфир и подумать об этом, экологические проекты какие-то. А тебе почему? Почему у тебя пришла идея? Ну, вообще, мне тоже хотелось снять сад на эту тему. Просто хотелось. Попробую. Ну вот, Даня у нас молодец. Евгений Кочергин спрашивает, есть ли рабочие аккумуляторы, куда их относить? Первое место – это, наверное, школа. В каждой школе стоят ящички такие, в которые можно складывать батарейки и аккумуляторы. Их потом отвозят перерабатывать в определенное место. Но я дальше не знаю. Вот ты знаешь? По-моему, мы только что об этом говорили в нашей рубрике. И там есть как раз и по аккумулятору туда можно, и пластик относить на переработку, и органику. Все просто. Поэтому обязательно приносите туда свой аккумулятор, и даже вам, возможно, получится на этом немножко заработать. Так, следующий вопрос у нас. А чем отличается бамбуковая щетка от обычной? Мы вроде на этот вопрос уже ответили. Бамбуковая, она более экологичная, и вы чуть-чуть побольше, возможно, немного дороже потратите, немного денег побольше потратите на эту щетку. Но, в принципе, вы поможете экологии. И вам в основном приятнее, мне кажется, будет. Ладно, хорошо. Мне очень нравятся эти вопросы, но их так много, что, мне кажется, все мы не зачитаем. Я хочу сейчас подвести итог розыгрыша и позвать гостя. О, да, давайте, пожалуйста. Приходите к нам. Заходите к нам в кадр, и мы будем... Опа! Вот наш прекрасный рупор. Это, между прочим, символ нашей программы. Сейчас вам нужно будет сказать что-нибудь очень такое мотивирующее, чтобы каждый из нас, из наших зрителей, задумался об экологии в России. Во-первых, уважайте друг друга, любите природу и самих себе, соседей, близких. Экологичность – это прежде всего, когда хорошо тебе, окружающим и природе. О, большое спасибо, но очень приятно. Спасибо большое. И нам очень приятно, большое спасибо, что пришли даже сегодня к нам на эфир. Вон, спасибо. Вот я... Итоги розыгрыша. Да, давайте. Не терпится. Так, готова нажимать? Немного подождите. И это Лида Осипова. О, да, Лида Осипова. Сегодня выигрывает нашу эко-щетку из бамбука и пшеницы. В общем, все для здоровья твоих зубов сегодня для тебя. Ну, а мы подходим к концу. И всем спасибо за то, что были на эфире, писали комментарии. И спасибо за то, что вообще смотрите нас. Нам очень приятно быть с вами на одной волне и просто развиваться вместе с вами. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok